Привет! Сегодня готовлю интересные и достаточно простые блюда из цветной капусты. Очень яркие, аппетитные и летние. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео и всегда быть в курсе интересных рецептов. Ну а я начинаю и для первого блюда небольшой качан цветной капусты разбираю на соцветия. Самые крупные из них разрезаю на 2 или 3 части. В кипящую воду кидаю соль, закладываю цветную капусту. И блатширую соцветия примерно 2-3 минуты. После цветную капусту вынимаю, даю стечь воде. Желательно дополнительно капусту обсушить полотенцем, чтобы на ней было как можно меньше влаги. Тогда кляр на капусте будет держаться гораздо лучше. Для кляра я беру яйца, добавляю к ним соль, паприку, щепотку черного молотого перца и сушеный чеснок. Выкладываю сметану и все хорошенько перемешиваю. Теперь постепенно всыпаю муку. Я взяла два вида – кукурузную и пшеничную цельнозерновую. Можно использовать любую муку по вашему вкусу. Вымешиваю кляр так, чтобы в нем не было комочков. Получается он достаточно жидким. Окунаю соцветие цветной капусты и выкладываю на противень, застеленный листом или бумагой для выпечки. Запекаю цветную капусту в кляре в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15 минут. Можно увеличить время до 20, если вы хотите получить капусту более румяного-золотистого цвета. Примерно через 5-7 минут от начала приготовления поливаю капусту в духовке оставшимся кляром. Цветная капуста в кляре, запеченная в духовке, получается очень вкусной. Тонкий золотистый кляр ароматный и пикантный, а сама капуста остается чуточку твердой. Для следующего блюда я предпочитаю использовать замороженную цветную капусту. Полностью ее размораживаю, загружаю в чашу комбайна и измельчаю до состояния крошки. Если взять цветную капусту свежую, то ее предварительно нужно будет немного отварить. Кашицу из цветной капусты перекладываю в дуршлаг заселенный марлей в 4 сложения, либо хлопчатобумажным полотенцем и очень хорошо отжимаю. Получившийся капустный сок можно использовать для приготовления супа, например. А к хорошо отжатой цветной капусте добавляю яйцо, немного соли и натертого сыра. Перемешиваю до однородности. Форму для запекания смазываю каплей топленого масла, можно также использовать растительное. Обязательно прохожу дно и стенки формы. Выкладываю капустную массу, разравниваю ее и делаю небольшие бортики. И это будет основа пирога. По такому же принципу часто делаю и основу для пиццы. Выпекаю ее в разогретой до 180 градусов духовке 12-15 минут. За это время подготовлю начинку. Для нее я беру натуральный греческий йогурт, также можно использовать сметану. Добавляю нарезанный зеленый лук и яйца. Соль и перец по вкусу для аромата. Сушеный чеснок, орегано и немного неострой горчицы. Смешиваю до однородности и соединяю с натертым твердым сыром. Основа пирога как раз немного подпеклась и схватилась. Видно, что она очень хорошо отстает от стенок, не прилипает. Заливаю начинку, разравниваю и ставлю в духовку, все так же разогретую до 180 градусов, еще на 15-17 минут. За это время начинка как раз хорошо пропечется, станет плотной и упругой. Даю пирогу остыть до комнатной температуры. Делю на порции и можно наслаждаться. А еще такой пирог можно остудить в холодильнике. И есть холодным, это тоже будет очень вкусно. Тесто из цветной капусты тонкое, но при этом прекрасно держит форму. А начинки много и она такая нежная, вкусная и ароматная. А теперь приготовлю запеканку из цветной капусты. Цветную капусту разбираю на соцветия и режу их тонкими пластинками. Все маленькие кусочки обязательно сохраняю, ведь эти цветочки самые вкусные. Небольшую форму для запекания промазываю каплей любого масла, растительного или топленого. И выкладываю ярус из цветной капусты. Смазываю капусту тонюсеньким слоем томатной пасты, так как томатная паста не должна придать блюду свой яркий вкус, а несет лишь цветовой акцент. Посыпаю цветную капусту натертым сыром. Далее слои повторяю. Снова капуста, смазанная томатом, и сыр. Ну а для верхнего слоя как раз остаются самые маленькие кусочки – капустные облака. Томатом их не смазываю, а вот сыром слегка присыпаю. Для заливки к яйцам добавляю молоко, соль, сушеный чеснок и готовую приправу карри. Карри можно заменить на щепотку сушеного тимьяна или орегано, или любую другую пряность по вашему вкусу. Яичную смесь хорошенько смешиваю, но не взбиваю, и заливаю ею цветную капусту. Форму с будущей запеканкой ставлю в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут. Готовой запеканке даю постоять минут 5 и делю на порции. Запеканка получается ароматнейшая и невероятно вкусная. А еще мне очень нравится цветовое сочетание. Белоснежная цветная капуста, солнечный омлетный слой и яркие вкрапления томата. Надеюсь, мои идеи пришлись вам по вкусу, и какое-то из блюд вы обязательно попробуете приготовить. Смотрите и другие мои видео, ссылка сейчас на экране.